Рано утром цунами потревожил какой-то шум. Она вышла на улицу и буквально оцепенела. Возле ее маленького домика, если так можно назвать это строение, собралось огромное количество животных, и кошек, и собак. Цунами очень удивилась, ну а потом поняла, что же это такое. Городок-то пустой, и стоило тут появиться хотя бы одному жителю, стоило лишь возвести строение, как это стало центром притяжения всех бездомных кошек и собак. И то, что сперва обескуражило цунами, в следующий же миг принесло ей радость. Она поделилась с животными едой, и вдруг увидела среди этой оравы небольшую собачку, которая сразу покорила пылающее сердце цунами. «Ох, мой Хатико!» – подумала цунами, и немедля предложила собачке остаться жить у нее. Так цунами приобрела своего первого в этом городе друга. Всем привет, друзья! Привет! Вы на канале «Не без разницы», с вами Стас. И Леша. И мы продолжаем наш челлендж «Построй свой город с нуля». Потихонечку у нас цунами-мураками продолжает, конечно же, строительство, и сегодня у нее день более-менее такой должен быть, этот день свободный, потому что вчера она могла выезжать в город, а сегодня понедельник. В город она выезжать уже не может. Так сказать, разгрузочный день от всех таких путешествий. Но зато она обзавелась новым другом и своим первым питомцем, и первым другом, можно даже так сказать. Потому что мы установили еще, плюс ко всему, на участке свойства это место встреч сборища кошек и собак. То есть сюда могут приходить все питомцы. Но это, кстати, логично, потому что в городе, где были снесены все постройки, вдруг появляется один такой одинокий дом, и, конечно, все бездомные животные просто сюда стекаются. Ну да, это как на дачу, когда приезжаешь, и как только ты там где-нибудь на участке, сразу подтягивается какой-нибудь голодный кот. Вот. Единственное, только теперь у нашей собаки нету ничего. Просто ничего нету. Ни миски, ни лежанки. И она еще, посмотри, черта характера, шаловливый пес. Будет тут устраивать вообще, не понять, что... Как наша цунами назвала этого хатико? Да, назвали его безликий. Безликий. Мне кажется, неплохое имя для собачки. Ну да. Но сегодня идет дождь, просто проливной ливень. Но это, кстати, возможность принять душ нормальный под дождем. И теперь ей надо будет еще позавтракать. Ну смотри, у нее, в принципе, все потребности более-менее улучшены, за исключением питания. Ну она сейчас позавтракает своим печеньем вкусным, который плохое качество. Осталась одна порция, через пять часов оно испортится. Качество плохое. Но зато еще срок годности не истек. Подожди, оно разве не было испорчено? А вот я не помню. Наверное, нет. Наверное, мы все-таки подумали, что качество плохое, поэтому оно испорченное. А сегодня мы пьем напитки. Стас пьет чай. А вот я решил поддержать цунами нашу. И выпить воды. Да, да, да. Напиток у меня такой аскетичный. Ну давай тогда. За новый день. За новый день цунами и за новые начинания. Невкусно. Ну, потому что плохое качество. Конечно, ей не нравится. Ну зато это не увеличилось. Да, настроение у нее улучшается. Сегодня мы можем тогда заняться заработком в тренде, правильно? Это же можно делать один раз в день. Что мы там можем продать? Вообще, что мы должны продавать? Там нужно купить костюм и продать его с тысячепроцентной наценкой. Что мы тогда купим здесь? Может быть тогда за 130 симмиллионов купим, потратим. Это какой-то школьный наряд. Давай. И выставим его на продажу. Ну давай. Вот. Приобрела у нас цунами. Ажиотажный, это школьный наряд. А давай примерим его хотя бы. Она даже себя сфотографировала, чтобы наглядно было видно в тренде, как сидит этот костюм на ней. Ну что, мы его тогда за 1300 и выставляем, раз тысячепроцентная у нас наценка идет. Кстати, произошло страшное, между прочим. Что? Как только мы зашли в игру, в ящик были доставлены счета. Ей теперь придется платить налог, 153 симмиллиона. Но сейчас она немножко поработает на своем столярном верстаке. Может быть у нее все-таки лошадь получится нормальная? Пришлось нам верстак переставить в душ. Потому что там идет дождь очень-очень сильный. Я надеюсь, она сделает такую же красивую скульптуру, как в прошлый раз. Я надеюсь, у нее будет уже более-менее нормальная скульптура. Сколько можно такой ужас создавать? Итак, Цунами наконец-то изготовил. Ты посмотри, нормальная фигурка лошади. Слушайте-ка, а как хорошо получилось. Вы помните, что было в прошлый раз? В прошлый раз была уставшая лошадь. Или как нам написали, мертвая. Это такое современное искусство. А сейчас уже больше классики. Сейчас нормальная. Слушай, а если в продавито выставить, она будет подороже стоить? А мы можем это выставлять? Сегодня мы не можем это делать. Но продавать мы совершенно точно не можем. А через интернет-то выставить на продажу в продавито, наверное, можно. Так они же могут и в любой момент купить. Ну и мы через почтовый ящик тогда отправим. Мне кажется, это можно. Нет, там нужно отправлять прямо через почтовый ящик. Это нельзя искупать предметы из режима строительства. Так, надо нам питомца нашего отправить. Отправить охотиться. Может быть, что-то принесет. Не хочет безликий идти охотиться? Или пошел? Да нет, вроде бы пошел. Ну и цунами тоже пойдет на охоту. Так, а что же здесь такое находится? Давай-ка посмотрим. Мячик. Смотри, это как раз для собаки. Как хорошо для нашего безликого. Да, для питомца. И тут вот еще какая-то фигурка. 60 миллионов у нас стоит. О, а вот это то, что нужно. Вот обязательно в телефоне нужно сидеть. Давай теперь звонить в географический совет. Посмотрим, что они нам смогут предложить за это все. И где тут капсулы? В коробочке находилась фигурка... Фигурка целиком состоит из фазона. Невозможно догадаться, не правда ли? Какой токсичный комментарий. Здесь находилась фигурка вот Поппи. Так, пока время еще есть. Время не позднее. Пойдем-ка съездим на другой участок в этом городе. Потому что по своему городу она может перемещаться без автобуса. Она даже может дойти пешком. Вот если бы мы оставили ей велосипед, она бы еще и на велосипеде могла поехать. Посмотри, как тут пустынно вообще. Ничего нету. Подожди, мы на 21 участке, а это район самый такой неблагополучный, насколько я понимаю, нет? Или на какой? А, или... Да-да-да, это вот здесь тупик находится. Она есть хочет. Посмотри, какое большое. Ей надо бы, правда, перекусить, потому что ей есть больше нечего, кроме вот собранных фруктов и овощей. Она сможет съесть базилик один и луковицу. У персонажа по имени Цунами сегодня произошло много всего интересного, о чем можно... Рассказать в кролике общение. А я даже не знаю, что это такое. Чат какой-то, наверное. Ну да, действительно. Ой, смотри, она вдохновилась. Стоило съесть немножко базилика, и она уже чувствует себя намного лучше. Вот, открылась дверь. Ух ты! Цунами становится любительницей природы. Как же здорово находиться вне дома. Принять эту перемену, что она любит природу? Ну да, можно. Да, давай. Новая черта характера. Итак, посмотри, какой открылся участок. Ух ты, как красиво. Какой участок здесь открылся перед ней, да, вообще? Слушай, мне нравится. Это прям какой-то волшебный мир, как из этого, из первой части симов, когда мы перемещались куда-то непонятно куда. Водопад какой-то есть. Можно рыбу ловить, собрать воду. Добавлять немного воды в систему водоснабжения семьи. Вот, смотри-ка, ей воду пособирать еще надо. Искать лягушек и воду собрать. А вот эти вот шары, что это, камни? А, это камни, наверное, просто. А, ну да. А что здесь есть еще? Может быть, здесь какие-то растения собрать можно? Ну что-то тут наверняка должно быть. Цунами не может поймать лягушку, она скользкая. А почему? Давай-ка ищи, ищи. Поймала? Вот, другое дело. Так, лягушка с древесными пятнами. Эх, в этот раз промахнулась. Упустила, да? Поймала. А, слушай, это бесконечный... А, нет. Теперь она плохо себя чувствует. Из-за чего? Из-за всего. А, у нее нет досуга, у нее, естественно, нужда, у нее питание, у нее бодрость. Единственное, только гигиена на высоте, потому что весь день дождь был, и она хорошо, конечно... Искупалась. Искупалась, да. Подождем. Да, у нее жуткий дискомфорт. Теперь она не сможет здесь поискать лягушек. Но что тогда делать? Отправляться домой. А вот эту лягушку она тоже не сможет найти? Нет. Чувствует себя плохо. Ой, а почему лужи везде? У нас крыши нет, потому что... А что случилось у нас с домом? А у нас крыши, да, нет? Или как это вообще понять? Ну, такая есть. Есть что-то типа... Крыша. А это, наверное, собака что-то наделала здесь. Вот, видишь, шаловливую собаку завели. Что, так много. Или это все-таки из-за дождя? Ей надо в кустик. В кустик она сейчас ходит. Сейчас она попросит собаку выйти из дома. Так, попросила собаку сходить в туалет на улицу. И сама на улицу. И сама на улицу. А что вот это интересно такое? Ты смотри-ка. Это все собака принесла? Перо попугая, перо зяблика. И что с этим делать? Зеля какие-то? Собрать из перьев скульптуру птицы. Смотри-ка, соберите все 12 типов птичьих перьев. И можно собрать странную скульптуру птицы. И мы, наверное, получим какой-то приз. А может быть, не будем тогда продавать? Ну что, ложиться спать. Время 3 часа ночи. Но все равно день... Это что такое? Она теперь в этой одежде будет спать? Наступило утро. Это третий день пребывания цунами в новом городке. И у нас хорошая новость. Нет, есть, кстати, и плохие, и хорошие новости. Сейчас сразу... Давай начнем с плохих. Вот я уже показываю хорошую. Убери, убери, убери это. У нас созрел урожай. Всегда надо начинать с плохих новостей, чтобы, знаешь, ну, как-то сначала расстроиться, а потом, ну, немножко приправить. Ну, ладно, я уже показал. У нас созрел урожай. Первый урожай на этом участке. Виноград сейчас, она соберет весь этот урожай. Можно будет высадить еще. Это же осеннее растение. Оно будет у нас как раз осенью созревать. Полезли здесь бананы, банановые деревья потихонечку. И вот рядом с участком находится груша. Здесь тоже же появились плоды. Да. Еще одна хорошая новость заключается вот в чем. Дина Гангадзе хочет купить костюм, который Цунами выставила на продажу. А еще плохие новости вот какие. Энергетическая компания Ланграба отключила электричество в доме у Цунами. Ну, это... Мне просто хочется спросить, а чем же эта новость-то плохая? Она нас вообще никак не касается, потому что у Цунами нет ни электричества, ни воды, ни канализации. Она вообще может просто наплевать на все эти угрозы со стороны этих... Предупреждаю, что может быть отключена вода, но у нее воды здесь тоже нет. Страшно. У нее тут река есть. Но она набрала воды, кстати, в прошлый раз. Вот собака, когда грязная, она похожа на кучу мусора какого-то. Собачка спит. Она набрала воды в прошлый раз. Я имею в виду Цунами, не собака. Ну, знаешь, пока мы собаку дома оставили, она тут тоже, видимо, воды-то набрала. Да, это точно. Зато посмотрите, какая хорошая сегодня погода. Прям настоящий такой погожий денек. Надо собаку на охоту отправлять собаку. Это во-первых. Там проходит какой-то фестиваль умникон, но сейчас ей вообще не до этого. Сегодня вторник. Сегодня ходит в нашем городе автобус. Можно продать себе свои предметы и что-то приобрести новенькое. Давай, во-первых, продадим все, что нам не нужно, чтобы примерно понимать, какие у нас деньги будут, как, что вообще. Так, лягушки. Во-первых, лягушки. Но двух лягушек надо будет оставить, чтобы их можно было размножать. Вот я не знаю, что делать с этими перьями. У нее шесть штук разных перьев. Мне, конечно, хотелось бы собрать эту странную птицу. Давай собаку на охоту отправим, если она нам еще перьев принесет. Вдруг как-нибудь удача. То мы попробуем тогда собрать. Да, да, да. Куклы нам не нужны. Это мы все продаем. Так, это грязные тарелки. А тарелку можно продать? Нет, у нас даже нет мусорки. Чтобы выкинуть эти тарелки, надо мусоркой в срочном порядке обзаводиться. Вот есть какой-то камень с окаменелостью. Есть деталь робота, она нам тоже не нужна. Для собаки есть мячик. Она может поиграть. Вот так вот по чуть-чуть и обживаемся хозяйством. Выставили, конечно, на продажу в Продавито, но продадим. Вот, доисторический камень какой-то. Она извлекла эту окаменелость. А если изучить? Еще что-то продать. Лук. Нет, а есть ей. А ты что? Посмотри, сколько у нее винограда теперь. А, ну ладно. Но она может поесть еще базилик. И вот есть еще цветы. Их тоже можно продать. За 240? За 240. А где мы этот цветок взяли? Да вот здесь растет недалеко от дома. Ой, смотри, собачка играет. Безликий начал с мячиком играть. Ну да, молодец. А это что? А вот это же пришла бездомная. Мне это не нужно. Еще бездомная. Еще. Теперь здесь так. Теперь здесь просто нашествие бездомных животных. Нет, это не нужно. Надо цунами поиграть немного с собакой, чтобы у нее улучшилось настроение. И вообще надо цунами еще... И поесть надо, перекусить. Перекусить базиликом. А собачку помыть мы можем как-то? Нет, мы ее пока не можем мыть. Ты посмотри, что происходит. А почему они заходят? И почему она идет на кровати к цунами? Господи, а что это такое? Почему они заходят? А давай знаешь, как сделаем? А давай цунами поедут в другой город прямо сейчас. А животные пусть сами тут разбираются. Ей бы еще необходимо попасть сегодня в парк. На участок в парк. Потому что нужно будет что-нибудь там купить. С облегчением цунами. И они все легли спать. Ну вот это что вообще такое? А что это за кот в шляпке? Что за ужас? Как мне нравится этот кот. Мэр Усиков. А давай его заберем к себе. Какой прикольный котик. Мэр Усиков. Ну это вообще, мне так еще имя его нравится. Мэр Усиков. Она же у нас тоже мэром собирается стать. Безликий побеждает в поединке с Белкой. Хорошо, надеюсь, он принесет нам тушку Белки. Ну что, ты готов? Да, да. Берем его себе. Мэр Усиков так и оставляем. Ну что, теперь у нее двое животных. Какой хороший котик. Но расходы у нее все-таки увеличиваются. Ну а что поделать? Продать все. Давай посмотрим. Так. Ну смотри, у нас, кстати, денег... Вот, вообще отлично. Уже прибавилось. Я думаю, надо еще посадить виноград. Ну давай. Ух, прямо у нее тут будет это... Вот хотя бы пять кустиков. Ну а как это называется, когда много винограда растет? Ну, например, огород. Нет, нет, нет. Или сад. Нет, не сад. А прямо вот целой плантации. Плантация винограда. Может быть, она еще и вино сможет сделать. Только не плантация, мне кажется, какая... Ну, виноградники. Короче, у нее будут виноградники. Вот я что... Наверное, это слово я хотел вспомнить. Можно игрушку садить. Я, кстати, однажды был на винограднике, гулял по винограднику и ел виноград. Прекрасно. Да. Ну и как, тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Она засадила огород. Слушай, сейчас самое время купить гриль. 600 стоит. Ну, вообще. Ну, наверное, пока не будет покупать. Мусорный бак 500. Но это необходимость. Это как символ. Прямо около дома мусорка. Так, а что здесь еще можно купить? А давай ничего не будем покупать, потому что нам надо определенные штуки еще поставить в парке. Да. Ну, так мы ничего больше не будем покупать. Слушай, знаешь, что можно ей еще купить? Что? Холодильник переносной. Он работает на участке без удобств. А, ну да, это хорошая вещь, кстати. И вроде не очень дорогой, да? Ну да. 145. Ну да, кстати, нормально. Нам, кстати, написали в комментариях, что если в мусорку что-то выбрасывать, потом там можно ковыряться в ней и копаться. Вот смотри, сколько у нее мусора тут было. Так. А, подожди-ка. Ладно, сейчас она попробует поискать здесь мебель. У нас же хотят купить наряд в тренде. И сегодня тоже можно купить еще в тренде один наряд и тоже выставить его на продажу. Тогда давай это сделаем. Отправить покупателю. Слушай, посмотри просто, какая атмосфера у него. Вонючий куст рядом. Вонючие животные какие-то. Бедный наш безликий спит. Смотри, цунами нашла велик. Ну и хорошо. О, какой хороший велик. А, смотри, наш безликий принес ей подарок. Отлично. Давай посмотрим. Она так радуется, когда лезет в мусорку. Слушай, а если мы много мусорок поставим? Ну, знаешь. Я думаю, не изменится ничего. Вторичное сырье всего лишь. Таинственная коробочка. Мячик. Мячик-пищалка. Ну, его продадим. Все, больше нету ничего. Так, ну, а что ты не отправила покупателю? Давай-ка отправляй скорей. Так, а еще нам кошечке лежанка нужна. У нас еще беда произошла. Заболел безликий. Вот, смотри, теперь из переносного холодильника она может хотя бы нормально питаться. Ой, вот что он делает? А кот, мне вот не нравится, что сюда эти собаки приходят. И он еще и на еду смотрит. А коту туалет нужен, между прочим, между прочим. А на улицу он не может ходить? Нет. Кошке нужен туалет. Слушай, ну, надо брать, надо покупать. Тогда в душу поставим его. Такие вот у нас, конечно, траты. Но он стоит 25. Вообще, просто на самом деле мы нерационально как-то деньги тратим. Нам надо обустраивать парк. Нам надо срочно просто выполнять какие-то задания необходимые. Вместо этого просто у нас собрались какие-то животные. Просто мы какой-то приют устроили. Целая куча. Надо нам наказать нашего Безликова за то, что он в лужах играет. Прекращай это делать. У нас день скоро закончится. Нам надо в тренде выкладывать что-нибудь. Да, срочно-срочно. Просто в тренде. И в парк. Купать. Ну что, что мы купим? Давай вот безупречный баланс за 170. Можно за 190 купить. Да дорого. Но она выставит на продажу за 1900. Ладно, давай. Вроде бы это тоже неплохо, да? Так. И продать сразу. Да. Наряд в тренде. 1900. А где у нас мэр Усиков? Или мэр Усики? Как он? Он в туалет пошел. Слушай, ну вот эти собаки, конечно, бездомные. Их надо вообще отсюда выгонять. И пришла какая-то соседка. Владелец чего? Магазина для садоводов. Ну-ка, давай-ка с ней поздороваемся. Господи, что это за безумие просто у нас происходит тут? Она какой-то владелец магазина с садоводов. Предложить помощь заданиями какую-то можно ей. Интересно, можно на этом каким-то образом заработать? Можно, но это надо будет носиться за какими-нибудь кроликами или еще за чем-нибудь. А у нас времени вообще мало. Нам надо в парк срочно. Вот, смотри-ка. Или не будем это делать? Да ну нафиг она вообще пошла. Давай ее вообще... Ну, тогда пока есть время, еще надо поехать к нам в парк. Итак, цунами приехала в парк. Привезла с собой все свои сбережения. 1614 симолеонов. Тут такая пустынная местность. Нету вообще, вообще просто ничего. Ну, а поскольку здесь нет ничего, то самое время немножко обустроиться здесь и начинать уже воплощать свои желания в реальность и обустраивать город. И начнем мы с того, что ты хотел сказать? Да, я хотел сказать, что по заданию, которое у нее есть на неделю, у нашей цунами, необходимо приобрести в парк набор минимальных предметов... Которые должны быть в парке. Которые должны быть в парке. Это один унитаз, одна мойка, две скамьи, шахматный столик, столик... просто столик. Столик в парке, да. Садовых стульев нужно четыре, а еще... Инвентарь для детской площадки. А, что такое инвентарь? Ну, типа горки какой-нибудь? Ну, что-то такое, да, где дети могли бы играть. Давай смотрим, что у нас и сколько это все у нас будет стоить. Садовые стулья вот есть, например, можно за 40 приобрести. Давай. Стулья, стулья. Ну, стулья, если мы будем ставить, их нужно сразу со столиком поставить. Ну, давай сразу со столиком, нам один столик нужен всего-то. Или это имеется в виду столик в парке какой-то особый, наверное, должен быть, да? Вот, например, вот такой, стол для пикника. Ну, пока мы просто поставим его где-нибудь. Ну, не с почтовым же ящиком рядом. Почтовый ящик должен быть вот... Около воды. А, там дорога. Пусть, например, здесь стоит стол. Что мы еще можем приобрести? Стулья. Да-да-да-да-да-да. Отличный кружок, да? Да, мне кажется, нормально. Просто собрание такое. Ну, пока поставим вот так. Потом уже, когда она будет возводить здесь стены, в парк будет получше выглядеть. Но вот эта композиция мне нравится. Мне кажется, так ее и надо оставить, эту композицию. Мне кажется, надо будет, знаешь, поставить фундамент какой-нибудь и сделать это как такое... В форме беседки? Да, арт-пространство такое будет у нас. Отлично выглядит. Очень красиво. Да. Мне кажется, знаешь, можно даже этому арт-пространству придумать название. Облегчись благодаря беседе. Кстати, не очень дорогая. 145. Может быть, тогда ее приобретем. Одну пока. Ну, можно две. Так у нас денег совсем не останется. Ну, ладно. Нормально. 500 ей хватит. Ну, давайте окинем широким взглядом наш парк. Мне кажется, красиво. Вот такой вот парк пока получается у нас. А сфотографируй эту композицию прекрасную. Мне вот очень нравится. Вот это именно. Арт-пространство? Да, да, да. А такие деревья на заднем плане стоят, да? Ой, красота вообще. Особенно тому, кто будет на этом белоснежном троне сидеть. Так это вообще удовольствие сплошное. На сегодня, я думаю, выполнили все необходимое для нашего парка. Вот. А теперь надо нам возвращаться домой и смотреть вообще, что там происходит. В этом ужасе. Да. Все. Поехали тогда домой. Давай. Цунами вернулась домой. Здесь ничего не изменилось. У нас продолжается здесь кошмар. А это вот бабулька что-то все тут ошивается. Зато она сможет сейчас покормить животных. Только надо наших кормить животных. Конечно, только своих. На нее кошка напала. Кошка напала, да. А вот нечего тут ходить. И вообще отойди отсюда. Нам надо миску наполнить едой. И нашего мэра Усикова надо позвать поесть. Господи, что с нашим псом? Ну, он заболел. А он выздоровеет или он скончается? Или это из-за белки все. Ну, это из-за белки. Там же было сказано, что она его цапнула и надо следить за его здоровьем. Ты смотри, что происходит. А почему она? Какая-то собака чужая стала есть. Ну-ка уходи. Здесь просто что творится. Ты посмотри, бабулька села. Сидит, вяжет. В лужах вся. В лужах. А ну-ка уйдите, дайте поесть нашему коту. Все, наконец-то Мэрусиков ест. Мэрусиков. Ой, мне он очень нравится. Нет, все-таки это... Доставка ест из лотка. Почему она это делает? А эта куда пошла? Зашла посмотреть, что здесь есть в доме. Ну и что? Понравилась. Вот понравилась тебе или нет? С таким лицом еще недовольным. Главное, чтобы она здесь ничего не натворила. Она пошла разговаривать с растениями Ну и пусть разговаривает Так, а нам надо найти что-нибудь себе поесть Цунами снова нырнула в мусорку Нашла очаровательную погремушку Да, мы сейчас продадим, пока еще время есть Можно отправить все это с автобусом Ванна с душем, ты посмотри Да ладно Она нашла ванну с душем Вот это да Слушай Кто-то пришел, здесь стал на кошку ругаться Вообще нормально у нее На участке Две сто, ты посмотри Стоит две сто ванна Зато смотри, сколько теперь у нее есть денег Слушай, мы можем парк просто обустраивать Для парка нам осталось купить совсем чуть-чуть предметов Нам надо еще заработать три тысячи Чтобы купить дополнительный участок для новой семьи Вот еще что нужно Слушай, ну если вот так пару заходов По мусоркам, то она, я думаю, сможет накопить Да, самое время отжиматься здесь Надо его, кстати, похвалить нашего мэра Усиков Он, я считаю, пусть будет нашим талисманом города Да, как хорошо, что он пришел сюда Ну, цунами вообще, конечно Ну да Вот еще дополнительный идет питомец Стольких она уже себе взяла С другой посмотри С другой стороны Посмотри, как кипит у нее тут жизнь просто Вообще Это действительно центр притяжения у нее Прям дом Я думаю, нам все-таки свой налог надо оплатить За землю? Ну да Пусть платят За землю, да Но я считаю, день был вообще продуктивный очень День, кстати, да Она сможет вообще лечь спать в этом ужасе? Ну конечно, все бездомные просто к ней сбежались домой В это единственный дом, который есть на участке И бабка тоже В городе Вот почему бабка не уходит отсюда, мне интересно Давай-ка иди домой уже В то время Еще и злится что-то недовольное А, кстати, ей Она поблагодарила нас за отличную компанию Ну да, компания тут что нужно О, собака говорит Мне правда пора Спасибо за отличную компанию Кошка тоже уходит Ой, счастливо, счастливо Все собаки и кошки уходят Давайте, идите Конечно Спасибо, что пришли Компания, правда, была замечательная Но вам тоже Всем пора идти В гостях хорошо, а дома лучше Сказали мы бездомным животным Можно вообще как-то лечь-то на кровать или нет? А Ну хотя бы так Ну что ж, друзья Спасибо, что были с нами Посмотрели это видео Мы на сегодня заканчиваем Это был еще один день Третий уже Да, и можно сказать, что цунами уже Ну как-то вот Выстроила свою стратегию Освоение земель Которые Ей достались Вот, и уже Как бы Я уже вошел во вкус Да, мне тоже нравится Потому что, например, в начале Мне показалось, что Аааа, как это вообще Что тут можно сделать А теперь как-то даже Ну да, как-то пошло Все Более-менее нормально Хорошо Главное, чтобы Вот такой мусорный контейнер Стоял на участке Он обеспечит, так сказать Жизнь всему городу Ну, на этом мы прощаемся с вами И до следующих видео Пока-пока Спасибо, что нас посмотрели И оставайтесь с нами Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok